Кто лучший ведущий, ты или Паша? Соревновательный элемент, он на самом деле подначивает для того, чтобы быть. Тогда почему всегда 7 или 7,5 баллов? Ну да, ну то есть как бы... Какой вопрос? Правда, что журналисты очень жестко бухают. В принципе, ты можешь пить сколько тебе влезет. Привет! Привет, ребят! Мы с вами записываем сегодня другую, а на самом деле первую серию нашего подкаста. Мы прислушались до ваших комментариев, а еще до здорового глузду, потому что, на самом деле, началась зима. И снимаем теперь в помещении. А еще... А еще у нас сегодня зерковый гист. Это Ярослав... Зерковый. Зерковый, очень зерковый гист. Он входит в список топ-2 лучших, действенных ведущих Infocar.ua. И я бы назвал его Ярослав Сальтисонов, но на самом деле мы с тобой знаем, что ты подписываешься на своем прозвищем. Почему ты подписываешься на своем прозвищем, Ярик? Ого! Вот так вот, да? Ну, я подумал, что творческий псевдоним – это, в принципе, достаточно актуально в какой-то момент в своей жизни. Знаешь, на гирше то, что мы погуглили с Женой перед тем, что такое Сальтисон, и это довольно нелицеприятная вещь. Это очень глупое слово, мне нравится оно просто своей глупостью. Я зрозумел. Ну, так, гаразд, давай начнем теперь про серьезные вещи. Да, мы решили подготовить такие вот ряд вопросов. И первый вопрос будет самый такой очень простой и очевидный. Где ты работал до Infocar? Да. На плюсах. На 1 плюс 1. А что ты чем-то занимался конкретно? Монтажом видео. Я работал в отделе, как они называли развитие, хотя, конечно, это очень громкое слово для 1 плюс 1. Я занимался нарезкой видео для YouTube. Нет, не для YouTube, для онлайна. Вот так вот. YouTube так у них и не получилось нормально сделать. Те речи, какие можно будет видеть по ТВ, ты нарезал? Нет. Был эфир. То есть и для того, чтобы пустить этот эфир в онлайн, необходим был техник. Ну, грубо говоря, да. Который разделит это все по сюжетно или там как-то, в общем, сделать какую-то черновую работу. Достаточно примитивно, иногда скучно. Ну, в общем-то, это первая моя работа была. А как ты решил сменить работу? Именно почему и пока? Ну, совсем уж по-честному, меня там прокинули. И тогда мне было не принципиально ни зарплата, хотя я там зарабатывал, в общем-то, неплохо. Я снимал много свадеб. У меня был источник дохода отдельный. Мне всегда нравились машины. И на плюсах я начал снимать автомобили, пробовать с Виталиком Максимовым. Чекай, стоп. Там была какая-то передача? У них на группе сайтов ТСН был сайт авто ТСНЕ. Окей. Главным редактором которого был Виталик Максимов. Мы с ним сдружились и в итоге как-то это так получилось, что он сказал, слушай, давай пробуем снимать машины. Я говорю, блин, шикарная идея. Я и так снимаю, давай машины. Мы начали снимать, пробовать кое-как. В общем, я чуть-чуть понял, как это работает где-то за год, за полгода. Вот так вот. И потом как-то так подвернулось, что плюсы меня прокинули. И я подумал о том, что неплохо было бы посмотреть вакансии. И, в общем-то, в один день я нашел вакансию от инфокара. Но я решил, что бессмысленно отправлять заявки, резюме. Потому что, во-первых, я знаю, что это огромный список резюме будет. Да? На эту вакансию. Так. Я просто чуть погуглил, нашел Пашин контакт и написал. Безпосередньо ему, да? Да. Сказал, что я умею, давай поехать. Тобто, ты не думал про автоцентр, а автоцентр про перший автомобильник. Ты еще такой канал. Ну, не? Чему не? Автомобили. Ну, во-первых, наверное, там не было вакансии. Во-вторых, я не хотел работать на телевидении. Это типа фигня. То есть, не было конкретно цели в инфокар. Ты даже не знал вообще? Не, я знал, конечно. Ну, я интересовался машинами. Я с детства интересуюсь машинами. Я знал про инфокар. То есть, в любом случае. Ну, так совпало, что это случайность была, да? Ну, сама вакансия. То есть, ты не конкретно там гуглил инфокар? Нет, нет, нет. Я просто искал работу по видео. Да, вот видеосъемке. И, оказалось, видеосъемка с машинами, ну, это вообще... Ну, так, так, так. Ну, так, так, так. Окей, и тогда наиголовнейшее запутание. Хотя, вот как раз бортовой компьютер, это вообще отдельная тема. Я даже представляю себе лица инженеров, которые презентовали эту инновацию. Что же это? Это птица? А может, это самолет? Вот, черт, да это просто бортовой компьютер с огромнейшим экраном. Скажи мне, будь ласка, в який способ сталося так, что ты з оператора, точнее, ну, з відеорежисера, я не знаю, как это правильно сказать, в инфокаре перейшов в ведущий. До речи, для вас, друзья, я скажу, что это відео подписано 31 жовтня 2014-го року. Серьезно? 2014-го року, да. Отож, вперше этот дитя доучился до автомобильной журналістики. Но мне кажется, что перед этим видосом мы уже пробовали что-то такое. Я со Славой и матяшем что-то где-то вклинивался в какие-то, по-моему, видео. Ну, расскажи мне про ось перший свой досвид зйомки. Ну, я же говорю, мы, по-моему, со Славой еще пробовали до этого что-то делать, как-то снимать, плюс мы ездили в Trip в Германию с Пашей и Славой тоже. То есть я там тоже фигурировал физически. Наверное, потому что Паша хотел каких-то изменений. Читав коментарии? Ну, я все коментарии читаю. Хвилювался? Наверное. Не помню. Я не помню. Окей, словом, в такий способ ты долучился до автомобильной журналістики. Я, насправді, хочу трішечки поговорити про неї. Я, насправді, особисто вважаю, що автомобильная журналістика в Украине – глибокі срації. Але Инфокар, наприклад, ні. Чому в Инфокар вийшло? Мы сейчас о чем именно говорим? О журналістики? Так, про автомобильную журналістику. Точно ли это журналістика? Давай почнемо з цього. Все-таки раніше Инфокар, хто не знает, друзі, Инфокар – это не тільки Ютуб канал, насправді. Величезний сайт, який заснований багато-багато раніше, можливо, що тоді, коли дехто з вас ще не народився. Настільки, настільки рано. І там були статті, статті, статті. А статті – це не блогерство. Ніби – це не блогерство. Отож, спочатку про автомобільну журналістику. Ты легше считаєш ли, що в Україні с ней проблема? Так, так. Ну, в Україні с ней проблема. Ну, это не в Україні с ней проблема. Это проблема сейчас у этого периода времени. Потому что слишком засилье соцсетей и абсолютное участие любого человека и выражающего свое мнение в этих соцсетях, которые оцениваются лайками и просмотрами. Ну, это херня. Простите. Ну, а почекай, дивись. Є ж, ну, країна, на які можна подивитися. Точно знаю, що в Німеччині, в Британії, в Штатах відео, контент і статті, вони йдуть паралельно. Причому активно розвивається підписка. І люди читають, продовжують читати. Не кажучи вже про відео, які вони дивляться. Чому в нас не так? У меня есть абсолютно четкая и жесткая в этом плане позиция. Я читал автомобильные медиа в годы, когда был резкий подъем. Це точніше? Восьмой год, девятый год. Я, честно говоря, сейчас могу спутаться. За год до кризисов. В сьомий, восьмий. Да. Ну, то есть, как бы, они просто пилили бабло. Вот и все. Не вкладывая в себя. Они же не развивались никак. Они работали по форматам 90-х годов. И, відповідно, коли прийшов час, що треба або робити классный контент, або взагалі димки. Не, просто они думали, что кормушка всегда будет открыта, а она призакрылась. То есть, сейчас все идет к чему? К тому, что платить за контент будет зритель. Раньше за это платил рекламодатель. То есть, вот для того, чтобы была честная открытая журналистика, ты должен, как потребитель, заплатить за это. Купить журнал там или еще что-то. А журналы во что превратились? Просто в каталоги рекламы, правильно? Ну, по сути, да. Любой материал, ну, когда ты работаешь в этой сфере, ты знаешь, что он заказной. Ну, как? Инфокарж не бери, а гроши за ты зрели. Это мне одно из того, что мне очень сильно понравилось, когда я сюда пришел и первый раз пообщался с Пашей. Гаразд. Тоді дуже жесткое питание на цю тему. Какой самый лучший автожурналист украинский на сегодня? Мы считаем всех и блогеров в том числе. Давай так. Мы про это еще поговорим. Давай так. Я думаю, что Паша. Кроме Паши? В профессиональном плане? Да. Волошенко. Гаразд. Ну, то есть я не считаю Пашу более профессиональным, чем Волошенко, но я считаю Пашу гораздо более эффективным, чем Волошенко. Потому что Паша это по настоящему лидер мнения. Если посмотреть его видео, то, ну, самое про новые автомобили, сложно выокремить какие-то недолики, на которые он показывает. То есть видео, это, конечно, то, о чем мы говорили. Он попал в эту самую воронку. То есть он относится ко всей той когорте журналистов, всем, всем абсолютно, которые вынуждены были с этим столкнуться. Доброе. Как ты становишься до конкурса автомобиля року? Отрицательно, негативно. Ну, мы же не рукаемся здесь в видео, правильно? Не, давай. Это же бэкстрейр. Да это ***, вы что? Я всегда об этом говорил. Это очень смешно. Я зрозумеваю. И типа, ну, чи может ось автомобиль року трансформуватися в что-то нормальное? Чи только в нас не может? Да и в мире это то же самое. Ну, ребята, ну, вы же понимаете, что все это огромные деньги. То есть то, когда рассказывают о том, сколько таких автомобилей года в других сферах существует. Бренд года, лидер года, ну и так далее. Ну, да, да. Номинации. Все знают, как это все происходит, сколько это стоит. Там 8 лет назад для того, чтобы попасть в номинацию, там, лидер галузи, нужно было заплатить там 40 000 гривен, условно говоря. Часы изменились. В автомобиле года это цифры были другие, да. Потому что, ну, это важная типа была статуэтка. Ты уважаешь, что на заходе, например, то есть той автомобиль року еще сдается проводить в Норвегии или где-то там точно так само? Ну, они проводятся в каждой стране. Автомобиль Car of the Year, да. Штат мой, в Северной Америке. Да, есть разные конкурсы тоже там, Best Car, там что-то еще. В какой-то мере так же. То есть, наверное, там более открыто, есть какой-то аудит этому проводится и так далее, но это все равно. А не было такой мысли, чтобы сделать автомобиль года по версии инфокарт, только уже все серьезно и честно? Да была, но это ж как бы… Неинтересно своим импортерам гибли? Ну, Автория, по-моему, такое сделали. Они же раздают награды вроде как, ну, честно. Типа властный вид своего бренда, да? Но почему-то, ну, и может быть я не видел, да, но как бы… Я не знаю, кто у них побеждал там, да, на предположим, Renault Megane, да. Автомобиль года по версии Автория, да. Почему на бордах с Renault Megane не появляются иконки в Автория, но при этом они с удовольствием повесят в иконку автомобиль года. Потому что через то, что за Автория закрепилось реномет людей, которые помогают продавать не новые автомобили, а… Может быть. Может быть, да. Автория, они не считают настолько лидером мнений и как бы уровень престижа там… Мы же Renault целый там концерн, даже Альянс Renault, Nissan… Да, но так будет длиться до тех пор, пока иконочка Автория не появится на этих самых бордах. Пока люди не поймут, что это существует. Сейчас ты за иконку сказал, вспомнил, что Ferrari, когда 488 мая у них появилась модель, Motor Trend и сказали, что это автомобиль года по версии Motor Trend американского. И на сайте Ferrari, даже не просто американском, а… Worldwide. У них там было написано Ferrari, автомобиль года по версии Motor Trend. Ну вот, да. Вот это правильная политика. Ну, то есть… Ну, как бы пройдет пять лет, все сильно поменяется. Конкурса Автомобиль года не будет. Все это понимают. И его через два года не будет, скорее всего. Я бы хотел, чтобы его уже два года как не было. Значит, вернемся насчет того… Мне интересно было бы узнать… Ты сказал, кто лучший журналист в твоем мнении в Украине. А если брать весь мир? Кто для тебя лучший автомобильный журналист вообще? Я не настолько сильно, на самом деле, интересуюсь автомобильной журналистикой. Вот именно в таком ключе. То есть мне нравится, как… Ну, мне нравится, как некоторые люди делают свои видео, да, там… Например? Ну… Понятное дело всем. Топ-гир, да. Мне нравится режиссура там. Старый топ-гир? Новый топ-гир? Ну, старый, да. Ну, типа тот, который с Кларксоном и Хаммондом. А как тебе Grand Tour? Ну, проще уже. Но мне тоже все равно нравятся их идеи, их ходы. Мне нравятся очень. Окей, давай тогда больше про процесс и журналистику. Тоже, сбоку, может сдаться, дивися… Есть человек, который нравится машине, автомобили вселенные. Ты берешь их у дилеров или импортеров. Они, зазвичай, я знаю, даются с заправленным, повным баком. Зазвичай это стандартные умовы – тиждень. Ты на них катаешься… Да. И потом тебе, считается, гроши платят в сенсии за твою работу. Ну, что не идеальная работа? Чи так воно насправде? Да, в каком-то смысле, да. Все, по крайней мере, считают, что… Вот. В этом смысле это только фасад. Ты знаешь, как мама мне всегда, когда я лечу в командировку, она мне говорит, отдохни там. Я такой, серьезно? Ну, типа… Ну, типа… Что насправді иначе? Даже родители… Ну, вернее, сейчас уже так не говорить, но там еще года два назад она говорила. Ну, потому что… Ну, правда это воспринимается так. Сын летит за границу… Ну, типа… Сьогодні тест на Майорце, завтра тест там… Да, да. …ще десь. Там третий тест там на Півдні Франции. И ты такой… Воу, дивишься, а це хлопцем з роботою по счастливого? Да. Ну, опять-таки, выездные тесты – это одно. Мы просто еще поговорим. Да, украинские тесты – это другое. Ну, на самом деле ничего плохого нет, просто… Ну, это прикольно все. У тебя новая машина, ты катаешься, делаешь какое-то… Ну, мнение свое формируешь. Но ты ездишь на работу, уезжаешь с работы, ничего не меняется. Ты берешь машину, ты приезжаешь, доделываешь работу, которая была на прошлой неделе. Тебе потом остается два дня, ты это в жопу жареный типа… Снимаешь эту машину, ну, то есть, чтобы ее успеть отдать там к шести вечера, потом тебе звонят, отдайте, кстати, к десяти, и ты такой… Типа, и ты должен встать уже в шесть там, типа, чтобы успеть что-то снять. То ты маешь на увазе, что ты використовываешь автомобиль, который тебе дает, например, импортер, как власный. Ну, ты ездишь по городу, туди-сюди. Ну, да, да. Ну, образно, естественно. Не гробишь его аккуратно, а робишь за этот час свою думку про и потом в последние два дни фигачишь монтаж, в видеомонтаж и… Да, да. Чтобы Бог пошли. Чи не легче сняти все впродовж? Не, легче сняти все впродовж, ну, про что ты будешь снимать? Ну, ты… Ну, почекай, проезды можно снять и на початках? Не, какую-то техническую работу мы точно делаем, еще по мере, да. Ну, потом остается там два дня ты что-то снял, потом посмотрел, смонтировал, еще один новый, прикинул такой, не, что-то как-то сильно много позитива, и ты такой, типа, на вот тебе говна. О, до речи, до речи, инше видео, я так аж его покажу вам. Вот, Славе как раз звонят китайцы. Вы знаете, к сожалению, думаю, что не получится, потому что смотрю сейчас в календаре и понимаю, что до конца месяца все занято. А в это время Ярослав звонит в Ниссан. Вов, так как бы так сделать, чтобы мы первыми Кашкай взяли? Видео 18 ноября 2013 года. Никого такого не было. Не, ну, я думаю, что в 2013 году уж точно нет. На самом деле продюсером всего этого проекта Паша является, по большей части. Поэтому он занимается… То есть для красного сливца было, да? Ну, в этом есть доля правды, просто это там не я, а кто-то. То есть тут же как бы… Паша не может и рассказывать историю, и при этом звонить одновременно. Окей. Розкажи тогда, как ты готовишься для тестов? Вот весь этот процесс. Как ты пишешь кадровой за кадровой речи? До речи, друзья, чтобы вы знали, я вижу те, как сценарий готовится. Например, Паша или Ярослав, там расписана каждая реплика. Кадр за кадром, кадр за кадром. Что будет говорить человеку в этой ситуации, в другой ситуации? Как ты выбираешь локации? Чи пишешь ты до того жарты перед тем, а потом выиграешь их? Сколько дублев треба на жарты? Ну, в смысле, текст готовится… Зависит от вдохновения, конечно. То есть иногда можно написать за четыре часа. Иногда не получается из-за… Это, очевидно, уже после того, как ты наездил в определенную количество часов. Ну, обычно, как это происходит? Ты берешь машину, вот ты садишься, вот первые твои эмоции, они зачастую выстраиваются… Ну, вот в костяк какой-то определенный. То есть ты сразу можешь определить. И потом ты начинаешь там себя переубеждать как-то. Вот ты едешь за рулем и, грубо говоря, споришь сам с собой. Записываешь идею. У меня там в телефоне есть, как бы, эти Google документы, да. Ты вот, грубо говоря, едешь, остановился, написал там, типа, одно тезис какой-то, второй тезис, третий. Сформировал кусок, типа, ездовой. Так. Минимально. Потом ты это все начинает обрастать просто текстом. Обычно ты должен… Ну, вот у нас с Пашей совершенно, кстати, разные схемы. Я люблю писать утром рано, а Паша, например, пишет ночью. Ну, типа, вечером. До того, как ты спит. Я там встаю там в пять-шесть, сажусь там, типа, за три-четыре часа. У меня, в принципе, все готово, осталось только доработать это все. Как ты разбиваешь эти вот в кадровые, закадровые речи? Ну, я же вижу это все, я же это монтирую. Все же тесты, по сути, на инфокаре монтирую я. Ну, там, то есть иногда кто-то что-то помогает, ну, грубо говоря, если времени не хватает, но тесты, ну, как бы… Для Паши ты тоже советуешь, когда ему там что лучше записать? Паша, ну, сначала было да, сейчас он, как бы, сам все это прописывает, он, в принципе, над своими роликами он проводит режиссуру, так сказать. Шутки, ну, тут как бы, тут уже, извините, должно родиться, если что-то рождается. Потому что иногда, ну, то есть было такое несколько раз, когда ты написал что-то, снял, посмотрел на монтаже, такой, как это тупо, это ж п***ц. Вот в последнем каком-то ролике, в одном из последних я отправлял, типа, друзьям, там, знакомым, просто что-то кусочек. Смешно, не смешно, вообще понимаете, о чем? Ты ведь про Паджеро? Там японцы говорят. Неужели японцы все же прислушались? Вы только посмотрите, что он несет, это же никакие не потеки, это две катаны. А может быть, этот белый все же в чем-то прав? Нет, это, кажется, херовая шутка. Друзья, чтобы вы понимали, по-перше, по-моему, жарт классный, по-друге, ViceInfoCar, офис, ишов в один кабинет, ставав перед дисплеем, и мы проводили вокс-поп, типа, классный жарт или не классный? Мы все такие, классный, Ярик залишает. Мне хочется думать, что мы попливали на его решение, хотя на самом деле… Да, на самом деле, если бы было больше времени, можно было бы таких как-то перелинковок делать, еще больше нет. Ну, значит, позитивно впливает, напевно, на перегляди. Это YouTube, здесь нельзя как-то спрогнозировать просмотры, к сожалению. Ну, можно и вот это. То есть только труд. Чем больше ты снимаешь, тем лучше, ну, то есть, грубо говоря. Ярик, а такой вопрос, еще там была тема, немного затрагивалась от выездных тест-драйвов, подготовки. А как именно сам процесс происходит? Не то, какой вы готовитесь? Вот, например, вам пришло приглашение, там, от импортера или от какого-нибудь бренда. Как дальше это все? Ну, то, как выездные тесты бывают. Ну, да, ну, то есть, типа, приходит запрос, свободный у нас даты. Если, ну, да, свободный, там, сколько человек, едешь ты с оператором, едешь ты без оператора, ну, грубо говоря, да. Типа очень часто, к сожалению, сейчас из-за, я так понимаю, кризисного времени зовут одного, типа, человека, ну, да и поехать, и себя снять. Ну, обычно, там, такие тесты езжу я. То есть, Паша, если ездит, он ездит обычно на премиальные бренды и там дают съемочную группу. Власную? Чи, типа, дают возможность приехать в двух и еще и группу? Нет, нет, нет. Едет один плюс съемочная группа, которую нанимают там. Ну, в принципе, это нормально. Ну, в общем, ты подтверждаешь поездку, например, там, вот, в понедельник я лечу, да, там, на Вольво. Один. Там тебя ждет машина. Хорошо, если ты успел договориться и смог договориться, и тебе почти навстречу, и машина тебе дается одному. Потому что, ну, снять видео, это, как-никак, это очень много времени. За время, пока ты, ты собираешь там материалы, пресс-релиз какой-то, да, то есть ты видишь, что изменилось, что нового в автомобиле, ты в самолете садишься, открываешь ноут и начинаешь писать. В принципе, можно успеть написать где-то пол теста за перелет. Тобто, это какие-то вещи, которые ты можешь побачить сзовне. Те, что изменилось. Ты про дизайн вот эту вот, ну, всякую длобу, да. Про интерьер, типа, да. Очевидно, что вы не пишете про те, как автомобиль едет до того момента, как они пробуют. Общие вещи обязательно нужны, потому что только от них ты сможешь отталкиваться. Ну, с бухты-барахты, ну, ну, кто-то может, конечно, такое говорить, но обычно это очень длинные ролики от себя тянут. Мне это не нравится. Мне нравится, когда это как-то, ну, вся информация динамична. Да, ну, что-то как-то было так. Ты приезжаешь, в общем-то, обычно ты прилетаешь к часу, к двум на место съемки. Тебе дают машину, ты садишься, это в идеальных условиях, конечно. Начинаешь ехать, тебе есть 3-4 часа. Но обычно отели находятся на расстоянии 150-200 километров от места от аэропорта. То есть, в принципе, здесь время доехать. Завершая автомобиль в аэропорту уже чекаете, вы просто доезжаете? В основном, да. Доезжаешь до отеля, как бы остается время, ты что-то снимаешь. Не остается, а ты идешь домой, ну, в номер ты отписываешь текст, и ты уже знаешь что-то об автомобиле, формируешь мнение. Утром встал, доснял. Это идеальная схема. Есть менее идеальная, когда ты должен прилететь и начать сразу снимать. Вот именно, прямо в аэропорту. Ты отъезжаешь там 50 метров, грубо говоря, становишься на какой-то типа невнятный фончик. Ну, очень часто бывает такое, что ты полетел там куда-нибудь во Францию, а снял на фоне бетонной стены. И кажется, ну это так тупо, а на самом деле времени нет. Хорошо, когда сейчас вот, ну вот как-то за последние пару лет организаторы начали больше думать о тех людях, которые снимают видео, потому что блогерство стало более… Слушай, скажи, пожалуйста, это как-то нелогично. Адже сам автовиробник або маркетолог им выгодно, чтобы картинка была классной. Чего они таки дают? Тесты сделаны для пишущих журналистов, потому что до последнего времени в Европе это преобладало… Так, о чем мы говорили. То есть они сами там отсняли какой-нибудь красивый ролик, где там проезды… Да, они дают какие-то, ну иногда видео дают, но сейчас вот практически всегда видео есть, ну и фото какие-то тоже есть, то есть где ты просто приехал написал там два абзаца… А маршрут, например, на тестовой машине, там вы приезжаете в Испанию, у вас есть какой-то определенный маршрут уже данный представителями? Да, они готовят маршруты, говорят вот здесь вот классные локации, очень прикольно можно пофотографировать, ну например это на склоне или на трассе, ты остановишься на обочине и фотографируешь. Чтобы сфотографировать, да, классно, вид, горы, там какое-нибудь море вдалеке, супер, чтобы снять видео невозможно. А отклоняться от маршрута можно? Да, пожалуйста. То есть никаких там… Нет, главное успеть двигаться. А как ты ставишься до того, что в дуже багатьох представников медиа типу и российских, и украинских, там еще будет кто-то другой, одни и те самые изъемки проезда, бо они данные уже… Ну, как бы… На самом деле аудитории пересекаются очень относительно. В принципе, да, мы делим аудитории там с украинскими коллегами, да, какими-то… С российскими, да? Слышно, но с российскими больше. Ну, очевидно, да. Ну, потому что нас, на самом деле, россиян смотрят не так много, как может кому-то показаться. Ну, да, до речи-то. Ну, так или иначе аудиторию у нас пересекаются. В российском аудитории, я думаю, дивится и так иначе. Да, да. Ну, если ты посмотрел один ролик про гольф, ты не будешь смотреть второй ролик про гольф, скорее всего. То есть, если они вышли, по крайней мере, очень короткий период. Ну, если там через месяц, то ты уже забыл, ты можешь посмотреть. Как-то так это работает. То есть, в принципе, люди не видят, что это не те же проездки, да, они просто не смотрят. Не напружуя те, что это надо сделать, какомога швидше, чтобы твой ролик вийшов первым? Соревновательный, типа, вот этот элемент, он, на самом деле, подначивает для того, чтобы быть... Ну, собственно, почему инфокар стал популярным в украинском ютубе, в частности. Да, потому что мы действительно делали все сильно быстрее, чем все остальные. Невероятно сильно, но более быстро. То есть, в принципе, мы монтировали там за день, да. А вот внутренние тесты, ну, тесты уже в Украине, непосредственно там процессы именно самого получения автомобиля отличаются от выездных? Ну, да, то есть, в принципе, ты знаешь, какие новинки когда появляются, да. В частности, благодаря вам. Мы знаем об этом первым. О, по себе. Так, Женя, поставь свое, будь ласка. Это дуже важливое запитание, яке мене також дуже цікавит. Есть такие слухи, что, чтобы быть автожурналистом украинским, по крайней мере, нужно иметь очень сильную печень. В общем, другими словами, правда, что журналисты очень жестко бухают. На мероприятиях или в принципе? На мероприятиях. На мероприятиях, ну, не знаю, ну, в принципе. Ну, давай. Сейчас уже нет, это не так, ну, как-то... Ведверто? Да нет. 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 Что-то и лукавый выразок, и подсказывающий. Не, ну, конечно, всегда наливают. Но, опять-таки, вот у меня было две жизни на инфокаре до того, как я остался ведущим и после. На самом деле, когда ты оператор, в принципе, ты можешь пить, сколько тебе влезет. Ну, по большому счету. Главное, чтобы кадр был ревным, да? Сейчас есть проблемы, потому что ты должен встать в 6 утра. Это максимум. То есть за границей зачастую раньше. То есть в 5 утра. У нас просто плюс час там, например, да? И это нормально, там в 5 встать. Потому что ты должен написать текст, и тебе еще надо что снять. Если ты пил накануне, то, блядь, ***. Я понимаю. Чи были такие моменты, когда тебе реально хотелось справедливо опустить автомобиль? Типа сказать, что он лайно, но ты себе этого не позволял? Через будь-якие факторы, взаимы с дилером, с импортером, с людьми, представниками дилера-импортера, с тем, что нужно поддерживать корпоративную политику бренду. Ну, типа вот такие вот речи. Я хочу, а я не могу. Двояко. С одной стороны, ты можешь сказать, что это говно завуалировано. Не обязательно об этом говорить в открытую. Ты можешь сказать, что, грубо говоря, это говно, но. Это будет по-другому восприниматься. Вот такие вот речи. В принципе, если всматриваться в тексты, которые мы там делаем, ну я пишу, например, обычно идет череда. То есть плюс, минус, плюс, минус. То есть нет ничего, крайностей нет. Никто не делает сейчас откровенно плохих автомобилей. Нельзя сказать, что вот какой-то автомобиль, вот он *** и ***. Такого нет. То есть все делают, ну плюс, минус, что-то вот где-то удобоваримое. Давайте вспомним, 10 лет назад такого не было. Но, наверное, где-то когда-то было. Ну вот, например, мы вчера снимали, что почем. И я сел в аудио Q7, да. Там базовый звук. И я такой, типа. Что? Говно же. И ты такой смотришь, включаешь свою предыдущую роль. Ну в смысле, что почем. Доматываешь до себя такой 7 с половиной. 7 с половиной баллов. Ты такой, блядь. Кто он? 7 с половиной баллов. И ты такой думаешь, блин, а как-то надо, ну вот почему я так сказал. Красиво выучить. И я начинаю анализировать. И в принципе я могу понять, почему я там так сказал. Ну в смысле, тут ремарка должна быть. Звук относительно говно, относительно других машин в этом классе. Он лучше, чем в Пашино Мерседесе, но он хуже, чем в новом Мерседесе. В Пашино Мерседесе с апгрейдом или без апгрейда? Базовый, да? Ну базовый, да. Окей. Хотя там есть нюансы. Ну и ты смотришь такой и думаешь, блин, надо как-то это объяснить. Ну потому что, ну, то есть он не тянет на 7 с половиной, То есть ну как бы по современной градации ну 7 может быть. Да и то так. Я сразумил. То есть в каких-то нюансах, наверное, да, были моменты. Но это… Да. Давай пойдем трешки против плана и одразу розпитаем в Ярика про аудео. Скажи мне, пожалуйста, когда ты почав… Ну, ты целоспрямовано… Это пашино идея, не знаю, блин. Пашино идея. Все воспрямовано сидеть Ярика и сказать «Ярика, а ну давай оцени звук». Я знал, честно говоря, что это… ну как бы кто-то это почему… Ну люди нормально на самом деле восприняли это все. Ну так. То есть кто-то там пофанился чуть-чуть, но в целом в общем нормально восприняли. Кто-то прислушивается даже, кто-то говорит, что там «Ярлухой». Ну типа окей. Ну это действительно наценка. В целом зашло, в принципе. Ну, наверное, да. Тоди чему завжди 7 или 7,5? Это не так. Посмотрите. Ну, почекай. Дастер мы не берем до уваги. Мы-то зробили певный список автомобилей и вышло, что 7 или 8,5. Ну да, это уже более премиум бренды. Условно можно разделить как, да. То есть есть там автомобили за 25, за 40 и за 70. Вот у них на самом деле, ну никто тебе не поставит звук какой-то супер классный в дешевую машину, как не сделать этого наоборот. Ну так. Вот, грубо говоря, для машины за 35-40 тысяч, 7 это базовая, должна быть базовая оценка. Окей. И все это должны понимать. В принципе, очень часто это соответствует в действительности. Если 7 баллов получает автомобиль, который стоит 20 тысяч, это круто. Ну да. Это прям вообще классно. Если это получает 7 баллов Q7, то, ребята, видите вы нахер. Ну потому что это не серьезно. Угу. Ну вот, вот так вот. Я взрослый. Очень часто нам дают машины, да, у которых, ну, на тесты вообще дают там топовые комплектации. Логично, да. Что по чемах, иногда мы смол слушаем там базовый звук, топовый звук, да. Это классно, конечно. Ну да, звісно, бывает там базовый Bose, там далее что-то там Bang & Olufsen. Ну и тоже там, например, Mercedes E-Class. У него базовый звук хороший, да, но типа, ну если ты слушаешь его следующий уровень, ты понимаешь, что, блин, ну типа, ну как бы это вообще. Первый не проще, да? Ну условно. Ну, относно другого, да, очевидно. Кто подбирает музичный супровид до не самих что, почему цего заставки. Это мы знаем. А до видео. Паша на тесты, он иногда, ну типа, говорит свои пожелания, предпочтения. Мы садимся, применяем музыку, некоторые треки выбрасываем, некоторые добавляем. То есть Паша принимает непосредственно участие в монтаже своих тестов. К моим, ну в принципе, я. Насколько я помню, ты когда сказал, что ты играешь на барабанах? Да, ну играл сейчас. Грал. В музычном гурте какому-то, что так для… Нет, да, в музычном гурте, конечно. А у тебя музыкальное образование есть? Или ты так для себя сам учился? Нет, ну у меня есть три класса фортепиано, у меня есть три класса, которые прошел за один класс по барабанам. То есть, ну… Тобто ты знаешь, что такое сольфеджио, то ли? Ну я слышал. А. Ну. У гугла есть. Не, ну фортепиано, это ж у них вроде даже в сольфеджио обязательный урок. Ну типу… Тоже три класса. Я прогуливал. Мы про це, типу, музичная грамота. Ты учился… Ноты читать, могу ли я ноти? Могу ли я ноти? Читать ноту я могу и барабаны тоже мог, по крайней мере. Ну сейчас я… Барабаны. Вау. Они чуть отличаются, но они есть. Я зрозумею. Чему ты зараз не граешь? В частную встречу? Да, разродились они, эти мои басисты, гитаристы, вокалисты. Да, суть же не в… Времени нет. Ну типа у людей нет времени. Ну я их понимаю прекрасно. Угу. Ну все взрослые, женатые. Работа, дом, семьи. Как бы… Как тебе гурт «Волосы Вероники»? Прикольно часто бывает на концертах. З солидарности или просто нравится? Следующий вопрос. Не, ну некоторые песни нравятся, я их там даже помню, не могу напеть. Нет. Не могу на самом деле. Что ты слухаешь загалом? В подобании музыки? Давай только с остального, не зазвичай. Остальное, что тебе подобалось, например. Ну я могу открыть Google Music и назвать… Ну по-моему за читерство. Не, я просто назову те, которые последний добавлял просто. Давай. Давай. Это будет… Потому что там может оказаться какая-то херня, подожди. Не Буланова. Не Буланова. Буланову я искал, она в поисках Буланова. Зробить трек-лист від Ярика. Появляешь, наскільки популярно? Скай Феррейра. Угу. И Янг Мси, я даже не знаю, что это. Эмми Макдональд. Угу. Блэк Балун, Дистемпер. Угу. Эминем, Лана Дель Рей. Эминем останняя львова? И Даран Малакян. А? Эминем – это еще останняя львова? Да, да, да. Ну вот так давно слушаю. Останее питание, оно меня реально дуже цікавит. Когда вы снимаете видео и снимаете видео про аудиосистему, стереосистему, мультимедия, вы навмисно подбираете треки в сенсии, что выбивается на дисплейчику? Чи это рандом? Вот, обычно у вас… Да, там у меня не тяжело. Нет. Там обычно у вас хорошая украинская музыка. Нет, это случайность. Да, да. Это просто композиция с трек-листом. Да. Я не думаю, что там такая украинская музыка. Ну, там не только у вас, где больше. А, ну, значит так попадает. Ну, за круто насправді. Я бы, до речи подумал над тем, что лучше из идеологических меркуваний ставить музыку, яка вам подобается. И тогда вы можете просувати классные вещи в массы. Хаба нет? Велоси в рынке во всех тестах в будущем. Ага. Все? Я тебя почув. Ты уже столько времени работаешь в инфокаре. Что тебе сподобалось того, что изменилось? Что не сподобалось? За все эти уже энну кількість лет? Что изменилось? Что изменилось? Мне очень понравилось, что мы взяли Серегу на работу. Так. Вот мы взяли, ну, практически взяли Антона. Ну, то есть он нас сессионно помогает. У нас есть много идей, которые мы хотели бы реализовать, но у нас нет до этого времени. Вот вообще нет. Мы хотели запустить бушку. Уже сколько мы хотим ее запустить. Я не знаю. Вожделенное, что потом. Да. Мы хотели делать интервью. Угу. Это вообще уже забили. Ну так, так. Вы забыли. Я разумею. Зато вы не забили. Нет, там был другой формат, там про машины типа. Мы хотели… Да, короче, еще там есть куча идей. Ну, может быть, что-то мы реализуем, наверное, надеюсь. Как ты ставишься до тестов Славы Матюша и Артема Кисельева? Старых? Так. Ну, те, что были, очевидно. Ну, как бы… Славы до сих пор иногда пишут. Ну, то есть там вспоминают и вот. Обычно, если пишут, то пишут в хорошем ключе, потому что какой смысл писать о нем в плохом? Артем? Артем – классный чувак. Он в этом плане очень профессиональный. Это он, наверное, лаконизм ввел во все ролики Инфокар. В какой-то момент. По сути и без… Да, да. Ну, вот как-то вот он… Он умудрялся… Мы с ним умудрялись снимать тесты за, я не знаю, может быть, часа три. Вообще, это было бы так вот. Он все говорил, во-первых, с первого дубля. Вот просто он писал такой. Так, у меня тут три в кадра в машине. Я такой, три. Он такой, три. Все, мы их проговорили за десять минут. Класс. Очень круто, очень профессионально. Угу. Ну, он же там… Он написал, по-моему, пять книг об автомобилях. Он достаточно, типа, такой прошаренный был чувак. Чому так складывается, что Паша тестует крутящий автомобиль? Престижнейший, давай скажем так. Ну, во-первых, потому что там целевая аудитория. Окей. Разумно. Это самый… Ну, так. Емкий ответ. Угу. Как потенциально покупать, он же правильный… Он понимает смысл этих автомобилей. Так. Тебе… Окей, это? Тебе не хотелось… Это впливает на финальную картинку, то, что мы бачим? Да. Например, как оно происходит? Да. То есть, например, я сформулировал такую думку про автомобиль, потом мы поговорили с Пашей и… Нет, нет, нет. Это не совсем так. Ну, то есть… Как вы понимаете? Мы просто садимся в машину и реально обсуждаем. Кажется или нет. Ну, есть спорные моменты. Правда, есть спорные моменты. Ну и, то есть, обычно двигается либо Паша, либо… Ну, то есть, мы правда двигаемся. То есть, вы можете переконать одно одно. Да, да. Это не просто… Я став на ту позицию, ты став на ту позицию, так? Нет. Это собирательное мнение. Зачастую собирательное. Ну, смотри… Пашины тесты тут вообще все понятно. Я их монтирую. Да, если я с чем-то… Ну, мне кажется, что что-то не так, я ему об этом говорю. Угу. То есть, мы там… Ну, мы не спорим, мы как бы обсуждаем это скорее так. И либо оно что-то меняется, Паша прислушивается, либо он меня переубеждает, что на самом деле это не так. То есть, я в любом случае через меня проходят его тесты, так или иначе. Потому что я их монтирую. Такого рода цензура. А Паша… А мои тесты Паша всегда отсматривает. Угу. Он приходит, мы садимся, смотрим. Ну, если ему что-то типа не нравится, он говорит, что это типа херня. Мы там либо чикаем, либо переделываем как-то. Я зрозумею. Скажи, ты задумывался над своим каналом? Ну, любой человек задумывался над своим каналом. Ну, на моем бы месте. Детальнейше? Ну, думал, думаю. Такой, да пошло оно все нагиб, блядь, кощутся. Ну, или что-то такое. Ну… Ну, как бы это же ты только на горячую голову, так можешь сказать. На холодную ты так не будешь думать. Потому что никто на самом деле не представляет, сколько затрат стоит снять один тест такого, как у нас. Хотя бы такого качества. Не то, что говоря о том, что хотелось бы лучше. Давай точнейше. В скилле какого что-то. Снятый один тест. И вообще на что? Какие расходы именно включаются в тест? А что у вас? Ну, если мы не считаем даже организаторских расходов, которые тратятся на бухгалтеров, на людей, которые занимаются публикацией, ну, типа, какими-то, вот, ты с Женем пишешь комментарии, да? То есть, как бы там тоже это учитывается, ну, как бы, работа… Тупо на снять тест, ну, это, наверное, штуку баксовую, я не знаю, ну, плюс-минус. Угу. Ты маешь навази на тест в Украине? Да, да. Ну, за границей… То есть, тебе часть оплачивается, ну, потому что, там, тебя кормят, поят, там, типа, ну, грубо говоря, да? Ну, ты тратишь тоже время. Угу. А что должно такое, наверное, произойти, чтобы ты решил уйти из НФКР? Ну, в НФКР именно должно что-то такое голосальное… Я не знаю. Я не знаю, это сложный вопрос. Обычно без таких вопросов через два месяца люди увольняются. Окей. Не будем зараз давать, давать ответ на это вопрос. Ну, что, давай тогда протесты. Протесты? Да, да. Что было на деке шоу петчас, петчас тесты? Ну, когда-то у меня на бетон свалилась моя камера Canon. Ну… Еще и все? Ну, блин, слушай, мы снимаем тест, это моя камера, на которой я валю. Она со мной, она у меня до сих пор есть. Я с нее снимал лет, я не знаю сколько, 10, больше, может быть. Ну, очень долго. Угу. И она, она стоит на штативе под уклоном, она такая… И я такое вижу, как она падает. Она так… На бетон. Ну, с высоты, то есть, метр. Метр семьдесят. Еще и по радиусу. Ну, короче, она нормально шваркнулась. Я поднимаю, она не включается, я смотрю, она все равно там, типа, отошло, погнуто. Хотя там магниевый корпус, но там, типа, реально вот эта вот часть, которая батарейка входит. Я смотрю, мне обидно, она дорого стоит, ну, как для меня, тогда. Я достал батарейку и пальцами выгибал обратно, и она включилась. После этого считаю, что это лучшая камера, в принципе, которая когда-либо существовала. Ну, вот такое яркое. Не знаю, как-то меня обвалили, разбили мне машину. Тестовая. Да. Было неожиданно. Потому что, ну, там с Москвой я стою, типа, подкатился, там, светофор или что-то такое. Ну, и просто стою, штыкаю, что-то. И как раз вот только записал последний свой дубль, думаю, такой, блин, нормально, там, все отснял. И тут сзади такой удар, ба-бах. Такой, блин. Ну, и я, к сожалению, я еще и бампером касаюсь перед где стоящего, но чуть-чуть. И вот там какая-то баба, она даже не заметила, она тупо начинает ехать дальше. Я смотрю, а у нее в одну мять, она такой, типа, отлично. Типа, выхожу, и мужик выходит из машины, которая у меня ввалилась, я смотрю на него, он фарт, ну, какой-то фартух или футболка, или халат, я не знаю. И весь в крови. Вот, тупо весь в крови. Я такой, такой, подожди, она же сухая. Типа, кровь, ну, типа, что за фигня. Смотрю, а он, типа, говорит, ну, он, типа, да. Я с работы еду со смены, просто 12 часов смены заснул, завтыкал. Я такой, смотрю, ну, он весь окровавлен. Слава Богу, думаю, блин, ну, первая эта мысль, что из-за меня, ну, не из-за меня, а из-за него. Через себя насправдить, так. Да. Ну, ничего, вызвали в полицию, там, все очень быстро полишалось. С импортером не было проблем? Ой, ну, они что-то там, типа, пытались там. Ну, в смысле, проблем не было. Ну, типа, подначили. А, кстати, вот, если попадает в ДТП, ну, неважно, почему. Ну, даже если по вине, например, журналист, он берет машину и даст, и как-то там врезается куда-то, или что-то еще. Что и бывает? Я не знаю. Ну, как машины застрахованы, в основном, наверное, аж, да. Ну, и конфликтов потом никаких не возникает. Или может быть? Слушай, в любом случае они возникают, ну, то есть, как бы, натянутость появится, так или иначе. Особенно, если по твоей вине. Ну, зависит, зависит. Ну, а если есть отягчающие какие-то ситуации. Это как-то на том же автоцентре, о котором мы говорили на последнем, да. Никто не смог на утро сесть за руль, потому что все были бухие. Да. Потому что там алкотестером задували всех. На конкурсе автомобильруху, да? Да, да, да. Ну, недавно было. Угу. Хорошего для шуточки. Ха-ха-ха. Який був найважчий тест в истории твоей? Toyota Prada в Namibia. А, так-так. Нетленка. Мы ее монтировали не знаю сколько. Неделю, наверное. Что, дольше, чем Escalade? Конечно. То есть, что шапка Escalade в InfoCarry, я не знаю. Типу, у меня уже, я не знаю, почалась видеть щетина, пока вы сняли этот тест. Да, да, да. Ну, мы же в этом снимали, на самом деле, не так долго. Как, на твое мнение, самый провальный тест в InfoCarry? Ну, самый непровальный, неудачный, от которого ты удалил бы иском. А, какой бы удалил? Ну, я могу сказать. Зразумел, что ты одразу подумал про это. Я хотел отшутиться, но… Это теперь пусть первый автомобиль не отшучивается. Есть тест, я считаю, что его обязательно надо вставить, потому что он был удален с канала. Это тест Nissan GTR, где ведущими были Паша и Слава. Так. Паше очень не нравится этот тест, но там есть очень кроватая фраза, я ее часто использую, на самом деле. Как же она была сначала? Вот и пришла пора прощаться, а так не хочется. Вот она была… с такой же интонацией. Я этот тест скачал, он у меня отдельно лежит, но не те так… Да, обязательно. И мы должны это вставить в любом случае. Они когда начинали без меня еще… Ну, снимали… Пытались… Было, наверное, двое в кадре было. Они, да. Они в поисках были. То есть, как бы… Первый там полуприличный, ну, как бы это условно полуприличный, как мне кажется, хотя, конечно, если включить, я, наверное, там… у меня кровь из глаз пойдет. Тест был… это Megane 3. Вот тогда я пришел, и мы там… рельса у меня была, камера. Ты вот и был провал. Уже… уже серьезно, то есть все так… А до этого Паша со Славой друг друга сами снимали там как-то? Да, мы любили друг друга поснимать. Окей. А тогда еще тоже по теме вопроса. Самый тест, который ты гордишься? Вот если тебе сказали там инфокарт, ты бы показал вот этот инфокарт. Ну, я не уверен, что там прям тест-тест, но мне очень нравится Alfa RMS Julia. Вот, может быть, вот он, мне кажется, самый нормальный. Итальянцам удалось размести двигатель еще ближе к центру машины. А если хорошо присмотреться, то можно заметить еще и распорки. Вот теперь вы понимаете, что я подразумеваю под словами «спорта здесь не вижу». Он есть. Буквально в каждой детали. Просто он не заметен. Ну, потому что мне нравится машина, мне нравится, как я там сказал, все. Ну, то есть я вот… в принципе, я… Вот как-то… мне кажется, такой… Вот он. Что? У меня был очень лукавый вырос улич, напевно. Через то, что я… Можливо, Ярик уже забыл. У него такие ситуации часто трапляют. Я очень часто, я помню, что, когда я был за кермом Альфа Ромео Джуллии, я сподіваюсь, что представители не будут смотреться от этого, а вы меня пробачите. Ледь не разклався с Яриком, когда мы там были. Я по наивности ледь не поцелував вид бийник, а Ярик такой спокойно справа в месте. Ты в следующий раз, когда будешь так делать, держи обе руки на руле. Я так и подумал, вот цей будет ремка. Да, тут такой будет вопрос, честно говоря, почему мы вообще его решили включить. Потому что мы сами на него не могли точно ответить. Вот пять автомобилей, неважно стоимость, там обслуживание, перепродажа, просто пять автомобилей мечты в твоем гараже по одному из стран. То есть должна быть Британия, Японец, Германия, Франция и Американец. Это именно по происхождению или собранное там? По происхождению. Ну в Японии тут все понятно. Хонда NSX. Окей. Сарамба. Перед кем со штатами, конечно, посмотрели. Великобритания была? Да. Да. Блин, мне очень нравится Jaguar X, как же она, маркировка-то была? Подожди, XK, XK Arcto, но 90-х годов. Окей. Вот такая странная, не очень симпатичная машина, но мне она нравится. Но это обычная, то есть я же не говорю там G220 или какой-то. Но это смотри, это гараж именно мечты, то есть одна машина из всех британских. Да, у меня очень скромные запросы, да. Я думал NSX сказать или Prelude 2.2. Да, ну то есть… Не, ну честно, японцев их тоже NSX назвал бы. Да. Америка? Не, сейчас еще что-то там Германия была. Да, они матч на Франции и Америка. Новоречная. Новоречная. Из Германии тоже очень сложно, там сильно много машин, блин. Мне всегда нравилась Opel Monza. Неожиданно. Окей. Вот против правов. Я даже одному человеку звонил когда-то. Ого. Серьезно? Угу. Далее. Так, что еще? Франция? Ну… Блин, как сложно-то. Да ясно, типа как-то примитивно. А DeLorean считается американской машиной или ирландской? Злой. По-моему, что она сбралась в Америке, да? Я не знаю. Зібралась. Три автомобильные журналисты-историки. Так, ладно, хорошо, Франция, а что там Франция? А, 205-й GTI. Так, как будто так. Прямо Shaking Hands. Дуже красивый. Реально. Дуже подобыть. Я могу туда не влезть, конечно, но… Так, что там Британия… Британия… Америка. Штаты только, да? Да-да. Там всё круто, ну не знаю. Таун-кар бы себе поставил так, чтобы кататься. Ну не знаю. каких-то восьмидесятых годов. И остальное питание по теме, ты вважаешь, ну, я поширена думка, что раньше небо было лучше, трава зеленее, а автомобили были кращими. В смысле, зараз все выреживают маркетологи, бо, как ты сам сказал, они плюс-минус однаконы за характеристиками для споживачей, да? Раньше она сильнейшую дрязнялась, но правда ты вважаешь, что раньше автомобили были в тему плане кращими. Они больше выражали твою собственную индивидуальность, а это важно зачастую. То есть, ну, какая тебе разница, каким телефоном пользоваться, если он на андроиде, ну, грубо говоря, да? Тем, который не глючит, ты будешь пользоваться. Такого сейчас предлагают очень многие, у любого бренда есть телефон. Дальше все вкусовщина. Ну, не знаю, поревняю тебя... Такие панельки или... Автомобиль и с телефоном, я не помню, что это хорошо. Сейчас, к сожалению, я думаю, что лет через пять вообще будет. Ну, да, да. Забей. Бей шейк девайс, да? Уже заканчиваются слова, чтобы сказать. Вот смотри, я еду на тест T-Cross, а через две недели еду на тест T-Roc, или как-то так было, я не помню. Что мне делать? Писать один и тот же текст? Ну, я не представляю. Туда же можно Skoda туда-то? Да они одинаковые, да вообще все одинаковые. Все-все-все одинаково. Хорошо там в Peugeot, ты можешь как-то там что-то допридумать, что-то рассказать. Ну, и тоже как бы условно сейчас все PSA все одинаковые. Opel, ты туда же к ним же. PSA к ним присоединился. Да. Ну, так, да. То есть, ну, как бы, дальше хуже. Раньше было больше индивидуальности. Дальше больше, а ты порой с... Да, да, дальше хуже. Ну, у нас-то больше, поэтому мы будем искать какие-то другие методы донесения информации. Я взрослый. Ну, еще что, испытание категории B? Да. Предлагали вам деньги за тест? По-моему, да. Сколько? Я не знаю. Нет, не помню. Только раньше выучили. Ты, Чирпаша? Хм. Слава. Вид твой. Это хорошая история. Да. Как ты считаешь, нормально быть автомобильным журналистом без машины? Да. Ты сидал, то есть, за кормом по пьяни? Да. Блин, это будут родители смотреть, это нельзя показывать. Доброе. А ведь вы откроете вашу пьяную дуду? Нет, не помню. А ведь это было? Вряд ли. Был когда-то у тебя автомобиль, в который ты не поместился? Да, Mazda MX-5. Ты задоволен своим ростом? Да, вполне. Жми на фотку с концерта, блин, я выше всех. В кожаном тесте кажешь, если бы я был ростом метр восемьдесят. Это как раз одна из тех характеристик, чтобы не сказать эргономика говно. А какой это был первый автомобиль, за который ты сел за руль? Да. Сел за руль? Да. Наверное, копейка деда. Ну, мне так кажется. Ну, там я точно за руль ездил, младший... Сколько роков это было? Да, младшая школа, не знаю, семь-восемь, наверное. Серьезно? Семь-виси? Ну, в двенадцать я уже умел ездить. Хорошо. Ну, то есть, когда до двенадцати... В двенадцать я уже получил, именно водить я уже ездил по городу. Как ты считаешь, будущее за электрокарами? Нет. Ну, в том виде, в котором они сейчас вот это парятся, нет, конечно. Это надо быть... Не, ну, вообще будущее. Не, будущее за водородом, за каким-то еще чем-то. Ну, не за электрокарами в том виде, в котором они есть. Понятное дело, не за ДВС-ом будущее, но не за электрокарами. Окей. Отож, мы завершили наше интервью на сегодня, а выпуск на сегодня не завершенный. Да, потому что нам еще надо объявить победителя. Але Ярику спасибо. Дуже дякую тобі за це, за интервью. А, щодо нашего переможца, ты памятаешь, что мы организовывали конкурс минулого разу? Да? За нележное... Я же не сподел просто до конца. Аааа, так. А мы не здивованы. Не, я выключил за 5 минут до конца, надо будет до спорта. Слово, мы организовывали конкурс за найбільший оригинальный коментар від вас про наше перше пилотне відео-подкаст. И выиграв цей конкурс користувач Ютуб під никнеймом Лоренсо. Він зробив такую штуку, як акровирш з назвою Инфокар. Что ты сделал? Информативно, нестандартно, фонетично, офигенно, креативно, автомобильно развиваючи. Це склауся в Инфокар. За це він отримає подарунок від нас. Дитского садика номер 7, я так понимаю. І від Порше. Та за те, що він проявив такий неоригінальний підхід. Ми напишемо відповідь на ваш коментар в Ютубі. І потім зв'яжемося з вами, щоб надіслати новою поштою подарунок. Спасибі вам. Ярик, ти хочеш щось додати? Удача вам. Спасибі. Спасиба. Ну що ж, завершуємо.